Даже если имя не вспомнят, то уж в лицо седьмого президента США Джексона американцы узнают точно по портрету на 20-долларовой купюре. Это единственный президент, неразрывно связанный с Белым домом дольше, чем два срока. Трамп, которому, похоже, скоро паковать чемоданы, может лишь позавидовать тем, кто остается в особняке на Пенсильвании-авеню. Обслуживающий персонал президенты получают в наследство от предшественников. Эта молодая леди проделала такую фантастическую работу, когда мы переезжали. Руководит переездом главный швейцар. Звучит вроде бы скромно, но недавно эту должность занимал адмирал Стивен Рошон. Когда бывшие и будущие президенты отъезжают на инаугурацию, начинается отчет. У нас есть примерно 4,5 часа, чтобы полностью поменять все в доме. Второй и третий этажи, где квартирует семья номер один, и обставляют сообразно вкусу людей, которые никогда прежде не жили в исторических интерьерах. В первую ночь ты засыпаешь в Белом доме, это совсем не как в отеле. Ты лежишь и думаешь, что за черт? Ночь в музее? Точно. Для детей Кеннеди на лужайке перед Белым домом построили игровую площадку. При Рейгане здесь жарили барбекю, у Мишель Обамы тут были огороды и небольшая пасека. На президентской кухне тогда даже пивоварню оборудовали. Это медовый эль из меда, который прямо с пластикой Мишель в саду. Кстати, поваров в Белом доме меняют чаще, чем президентов. График на любителя. Шесть дней в неделю с утра до ночи, зарплаты средние, клиенты придирчивые. Белый дом – это не ресторан, это обычный дом. И как в любом доме, вы хотите, чтобы мама была довольна. Мама – это первая леди. Повара Шайба уволила Лора Буш. Ей не по вкусу морепродукты, а тут упорно включал их в меню. Трампу готовит Андре Раш, армейский шеф, который в день отжимается две тысячи раз. Это объедение. А женщинам это нравится? Женщины меня обожают. Но даже его сил не хватило, чтобы приучить президента к здоровой пище. У нас тут пицца, 300 гамбургеров, много картошки фри, вся наша любимая еда. До Трампа никто в Белом доме не угощал гостей фастфудом. Нынешний президент во всем ориентируется только на свой вкус. Так неоклассический стиль особняка дополнили огромные телевизоры и помпезные люстры. А главным цветом стал золотой. Здесь раньше был ковер Рональда Рейгана, но когда заезжаешь, ты можешь сам решать. Рейган вряд ли бы одобрил. Ковер долго подбирала жена. При них даже праздники в овальном кабинете отмечали. Вот прислуга поздравляет босса с днем рождения. Подарки. Автопедическая подушка, галстук. Видимо, носки были за год до этого. За работа до ночи любил в овальном кабинете и Билл Клинтон. Это замечательное место для приема иностранных гостей и для проведения совещаний. После одного из таких совещаний президент был выселен из спальни. О любовном треугольнике Билл Хиллари Моника знал весь персонал, но никто не проболтался. Умение помалкивать здесь профессиональное качество. Редкие утечки из серии «Они тоже люди». Рейган по ночам голышом бегал из спальни к холодильнику, а Линдон Джонсон превратил туалет в филиал кабинета. Репортеры и помощники сопровождали его в личном туалете, где он мог заниматься двумя делами одновременно. Он оставлял дверь открытой и проводил встречи, сидя на унитазе. У него даже телефон был проведен в туалете. Представляете, как бы отреагировали на СНН, если президент Трамп отмочил бы что-то такое сегодня. Любимицей свиты была Барбара Буш, которая умела разбавить казенный вашингтонский протокол бесцеремонным техасским юмором. Тут лошадиный зад. Вы хотите, чтобы я на его фоне фотографировалась? Может быть, лучше подойдем к голове? Идеальный начальник по всем негласным опросам персонала Буш-старший. Байден типажно на него похож. Без маленьких детей, да и шумных вечеринок. Аля Кеннеди от него не ждешь. Если, конечно, Хантер не захочет пожить с отцом. Вот тогда в Белом доме точно скучно не будет никому. Георгий.